Думаю, все видели огромное количество объявлений, в которых обещают выучить язык за 2 недели, 3 минуты, полторы секунды и другие какие-то невероятные обещания про то, за какие короткие сроки можно новый язык освоить. Так уж получилось, что у меня в жизни реально был опыт, в который я абсолютно с нуля выучил новый язык за год, сдал в самоделишные серьезные экзамены на B2, получил этот уровень и потом поступил в иностранный вуз, сдавая экзамены на этом языке и даже кое-какие лекции в этом вузе посетил. Если вам интересна эта история в подробностях, направляю вас на другой видос, но сначала этот посмотрите, здесь я вам расскажу, как же вот на самом деле, сколько пота, крови, страданий и личного времени нужно потратить для того, чтобы новый язык в себя впустить. Здрасте, вы на канале Сейна. Чешский язык я выучил в GoStudy. Ролик выходит при их поддержке, однако интеграцию у меня взяли более чем через год после того, как я закончил у них учиться, поэтому не смейте сомневаться в моей неподкупности. Не сомневайтесь ни в коем случае. GoStudy предоставляет очень широкий спектр услуг, которые необходим новоиспеченному иммигранту, там вот от изучения языка до помощи по визовым вопросам, помощи ассимиляции в стране, где что купить, куда пойти, как оформить необходимые документы. Для всего этого у GoStudy есть отдельные программы, они в куче разных сфер вам могут помочь. И прямо сейчас они устраивают большущий новогодний конкурс. Выиграв в нем, вы можете абсолютно бесплатно оказаться в Европе. Да, реально. Разыгрываются 10 грантов на годовое обучение в Праге и Братиславе. Один семестр онлайн и второй семестр очно, с последующим поступлением в европейские вузы. А обучение на языке страны там бесплатное. Второе — 10 годовых онлайн-программ для изучения языка с возможностью последующего переезда. Третье — 10 ваучеров на 1000 евро, которые можно использовать на любые годовые программы GoStudy. И последнее, четвертое — это еще 10 ваучеров на то же самое, но уже на 500 евро. Все эти предложения очень-очень вкусные. Как же их получить? Зайти на страницу конкурса, заполнить короткую форму регистрации из трех полей, подписаться на одну из соцсетей GoStudy и обязательно на новостной телеграм-канал. После чего принять звонок во время прямого эфира и ответить на простой вопрос по информации с телеграм-канала. Ссылка на конкурс GoStudy находится в описании. Теперь переходим непосредственно к языку. Весь мой период обучения на этих курсах проходил во время ковида. Это дало мне плюсов для этого ролика, потому что я увидел много разных педагогов. Вообще было куча всяких перестановок, и я этот процесс обучения смог с разными людьми под разными углами посмотреть. Но глобально я учился на программе, которая планировалась как очная, а стала заочная. Потому что все это время все думали, что всей группе дадут визу, и она наконец-то приедет учиться в Чехию. И все как бы, ну, у всех такие планы были, включая саму школу языка. Но мы в итоге так и не доехали, и с каждым новым разом наш онлайн продлялся. Поэтому все, что я здесь буду рассказывать, оно актуально как для онлайна, так и для оффлайна. Безусловно, разница есть, и безусловно, если есть возможность очно учиться, то лучше, конечно, очно учиться. Но если это вам по каким-то причинам не подходит, то я вот в онлайне смог. Что-то я поздновато решил это обозначить, но надеюсь, вы и так до этого догадывались. Я учил чешский язык, он относится к славянским, и очень много похожих слов с русскими. Мне очень много слов, ну, почти идентичных, и какие-то вещи даже в итоге из языка перенимаются. Вообще, в принципе, лайфхак. Если вы знаете два славянских языка, вы понимаете все славянские языки гораздо лучше. И у меня, например, в мою повседневную речь вошло слово «спортовать». В русском вот есть только «заниматься спортом» конструкция, а «спортовать» ну реально удобно. И по-чешски это будет «спортоват». Вот настолько простые вещи, интуитивные, и с немецким, естественно, так просто не сработает. Если вы хотите немецкий за год засвоить, то как бы все усилия, озвученные сегодня, умножайте на два, помня о том, что у вас есть какой-то ресурс, соответственно, это по времени тоже растянется. И там, условно, за год вы получите не «b2», а там «a2». Для удобства всю информацию в ролике я, как обычно, разбил на пункты, и первый пункт — это время. Мы занимались по 4 часа 5 дней в неделю. Это как, ну, не знаю, ходить в школу для халтурщиков. Или там, ну, в начальной школе вот примерно столько и учиться со всеми переменами. То есть объем информации охеревший. Вас впихивают очень много ежедневно. И, естественно, есть такая тема, что так как вы занимаетесь только одним языком, у вас нет этой штуки, как в школе, что вы там по маленькой темке проходите, она у вас успевает как-то осесть, вы с домашкой это прорабатываете. Нет, у вас сегодня две темы, завтра еще две темы, завтра еще две темы, завтра еще две темы. И темп жесткий. Но по поводу того, насколько это укладывается, я потом отдельно расскажу еще в глубине этого видоса. Но учтите темп такой, как бы не питайте иллюзий, что, возможно, там это легко сочетать вашей жизнью резкое впрыскивание в вас языка. Нет, нужно пахать и пахать много. И это при том, что мы находились не в среде. То есть те, для кого замышлялась эта программа изначально, и те, кто смогли приехать, они с этих вот четырех часов языка выходили, и у них начинались остальные двадцать часов языка в их сутках. И я очень много разных слышал историй про то, как люди ассимилировались, как вот жевались новым языком. И многие рассказывали, что в первое время ты приходишь домой, и у тебя болит голова, потому что мозг автоматически пытается понять все, что вокруг. Речь о каких-то прохожих перевести, перевести все надписи, все там рекламные объявления, и не может. И у него именно затык, что он узнает все больше слов, но знает не все, понимает не до конца из-за этого дискомфорт. То есть сложно ли это? Да. Но профит, как бы, язык за год, по-моему, того стоит, очевидно. Но, опять же, без иллюзий. Второй пункт — это интенсивность. И она мощнейшая. С первой же пары сразу же с вами говорят на чешском. И вот тут я как раз понял людей, у которых была головная боль, потому что это очень дискомфортно. Мне мои однокурсники, когда мы уже лучше познакомились, рассказывали, что, блин, там нам очень странным показался первый зумовский созвон, потому что ты постоянно кривлялся. А я прям начал искренне злиться от того, насколько я ничего не понимаю. У меня вот начинается обучение, я за него заплатил, оно для меня суперответственное. Я сижу на первой паре, и я вообще не понимаю, что мне втирают. Ну, потому что говорят на другом языке прям. И это ощущение становится чуть меньше на вторую, чуть меньше на третью, и дальше ты к этому привыкаешь. Поначалу стресс жуткий. И мои друзья, которые до Чехии доехали, они в тот же момент, в свой первый день, пошли переспрашивать у администрации, точно ли их в правильный класс записали, почему с ними сразу разговаривают на языке. А это вот такое шоковое погружение, знаете. Я никому не рекомендую, чтобы их учили плавать, просто бросая в какой-то водоем, но в случае с языком это действительно работает. Справедливости ради и бросают, как бы не просто так. То есть с вами разговаривают сначала проще и медленнее, и постепенно разгоняются. Но определенную планку серьезности намерений это задает безусловно. И что хочется сказать как раз по поводу того, насколько эта информация успевает впитываться, она впитывается каким-то подсознательным образом. То есть действительно, когда ты за день узнал три совершенно разные темы, одно относилось к какому-то повелительному наклонению, другое относилось к какой-то форме задавания вопросов, третье еще к чему-то, у тебя, и вот именно с точки зрения того, чтобы вспомнить, что это за параграф, что это имелось в виду, и что это и зачем вообще такое, ты этого не помнишь. Но в твой скилл говорить это потихоньку опускается за счет упражнений, потому что дети-то, да, они вот не знают, например, грамматики, они не знают, как называются все правила, но они учатся говорить чисто по вот этим вот своеобразным речевым конструкциям, да. У всех конструкций есть привычка, и по сути сейчас вы большую часть носителей языка спросите там, как они употребляют тот или иной там вот параграф из учебника, прочитайте им название, они скажут, что не знают, типа, что это за параграф и т.д. Они просто говорят за счет того, что достаточно много регулярно слышали примеров построения таких же фраз. И учебный процесс построен так, чтобы они у вас в голове накапливались. Вы в момент перед экзаменом живете в полном ощущении, что там ничего не осело и ничего не накопилось. Но при достаточном старании, в данном случае повторения мать-учения, оно приводит к тому, что у вас действительно эти все конструкции укладываются, даже если вы этого не осознаете. Дальше самое вкусное — это педагоги. И вот я учился и в российской школе, и в российском вузе. И знаете, в российских вузах много кто из педагогов часто употребляет слово «коллеги». Вот он приходит, говорит «коллеги», и в этом слове прям слышно то самое отношение, которое он пытается выстроить между студентами и педагогом, но у него не совсем получается. То есть это коллеги, и это, как правило, воспринимается всего лишь как новая форма. Ну, в смысле, очевидно, что ты не считаешь нас коллегами, и ты находишься вот в этой вузовской иерархии, и, типа, если что, будешь стучать линейки по столу. Здесь такого нет вообще. Здесь действительно первостепенное отношение, что они хотят вас научить, а вы хотите у них научиться. Это звучит элементарно, но это необычно ощущается для человека, который учился в российских общеобразовательных учреждениях. И я спросил других студентов, которые были со мной в группе, все описали вот ровно то же самое. Большая часть моих педагогов были молодыми, но те, что были, скорее, не молодыми, тоже сохраняли вот то же самое отношение. То есть вот отчитывать вас за несделанную домашку никто не будет. Как-то ругаться на ваше поведение никто не будет. Ну, в принципе, видна эта штука в разности подхода к обучению, когда его впихивают, и все должны, главное, ровно писать тесты, ровно сидеть за партами и все остальное, и когда люди действительно должны что-то получить. То есть, знаете, здесь играет еще такая штука, что вы можете завалить тест, и это не будет ничьей проблемой, кроме как вашей. Нет такого, что нужно всех хоть как-то дотянуть или вот что-то такое. Нет, вот тебе рассказывают, ты можешь это слушать, ты можешь это пропускать сколько угодно. За определенное количество пропусков у тебя не будет возможности просто сдавать никакие экзамены, поэтому за этим никто не следит, нет никакого пересчета. То есть, понимаете, очень много процессов отданы на непосредственно вашу ответственность. Как бы всегда образование — это ваша ответственность. Но в очень многих учреждениях в России подразумевается, что вас должны пинать обязательно. Здесь вас не пинают. При этом все педагоги инициативны. В образовательный процесс заранее встроены какие-то приколдесы, которые должны придумать сами педагоги, и за счет этого у каждого педагога свои приколдесы, и каждый их умеет преподносить. То есть, это невыданная презентация, которую Марья Петровна не знает, как включать. Мальчики, в классе разберитесь с компьютером. Такого нет. Если педагог сам по себе не любит составлять эти презентажки в компах, то он приносит отсканированные книги, какие-то тексты, игры словесные и т.д. То есть, придумывает интерактив, исходя из того, что ему надо и интересно. И в этом смысле молодые педагоги, наоборот, с программами изгаляются. Мы играли в «Кахут», в «Гартик». Вот в то, что сейчас на стримах играют, мы играли на чешском. Тот же самый «Геогессер», да, который там в ТикТоке был просто повсюду, мы действительно на чешском угадывали страны, тем самым развивая свое говорение. И важная штука в этом — это еще свобода высказывания и обсуждения тем, потому что мы обсуждали политику, секс, какие-то межличностные отношения именно абсолютно откровенно. То есть, естественно, поддерживается субординация, безусловно. И у нас там не было отдельного урока по порнографии. Но по пиву был, потому что все в Чехии пьют пиво. И, ну, зачем избегать этот факт реальности, да? Как бы не то, что это национальная гордость, да, алкоголизм, нет. Но пиво как продукт, почему нет, раз мы и так все его пьем? В России сложно представить урок по водке. Ну, и мрачно звучит урок по водке. Но я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Очень много... Вот у нас эта субординация, как правило, доводится до того, что педагог — это вот нечто такое вот возвышенное, с которым можно обсуждать только ограниченный богоугодный список тем. Здесь это реальные люди, и это очень сильно действительно приближает тебя к языку, к настоящим темам, к настоящим вопросам, которые, ну, тебе по-человечески просто интересны. И последний пункт, про который хочется сказать, это про полноту полученных знаний. Вот эта вот вся история про язык на 100%, на 50%, до какого-то уровня и т.д. это суперабстрактные понятия. Естественно, всё зависит от того, насколько язык вам нужен. Можно в этом плане 10 лет учить английский и ничему не научиться. Мой... Один из моих педагогов в ВУЗе, который переводил в своё время очень много фантастики с английского, он всегда говорил, что он английский не знает, потому что, вот, мол, невозможно ему до конца доучиться. Но кроме красивых оборотов есть и действительная реальность, в которой у вас есть разговор с людьми за пивом, беседа в ВУЗе и обсуждение новостей со случайным прохожим. И это три разных вокабуляра и три разных способности формулировать предложения и как бы правильно реагировать с точки зрения именно вот верности языка и того, как это там понимают. То есть очень-очень много есть под тем, чтобы знать слова и знать правила. Под этим дофига всего и никакой язык нельзя выучить за год и за два. В любом случае это во многом зависит от вашей инициативы. И если... То есть, возможно, вы достаточно инициативны, чтобы выучить язык самостоятельно. Я просто не очень много таких людей знаю, но вот подобные годичные программы, которые не обещают вам золотые горы, а обещают вам хардворк в течение года, да, они вас приведут к знанию базы, да. И вот в итоге в чешский ВУЗ я поступил... Поступить смог и сидеть на лекциях и понимать, смог. Но это всё я смог во многом благодаря тому, что отдельно уже заранее смотрел видосы, связанные с своей темой. И вот там какие-то вопросы про современные искусства, да. Одно дело знать, что художник — это молирщ, а другое дело знать, что четвёрка трэша — это тржешова четыршка. Два кардинально разных знания. И то же самое касается просто возможности завязать разговор. На самом деле, возможность завязать разговор зависит совершенно не в первую очередь от вашего знания языка, а от вашей коммуникабельности. Я... Ну, блин, я не знаю, насколько я хороший пример. Я умею разговаривать. Но я как раз к этому и говорю, что у меня, честно говоря, что на чешском, что на английском, при том и то, и другое было в Тбилиси, я с иностранцами завязывал диалоги просто потому, что я был готов к этому диалогу в принципе. И если вы плохо знакомитесь на русском языке, то вы, наверное, и на английском, и на чешском, и на любом другом будете довольно хуёво знакомиться. Вот. Так что этому тоже вас вряд ли где-то научат. И для продвижения по новым и новым ступенькам изучения языка вам нужно больше и больше погружаться внутрь энного контекста. То есть вот сейчас я чешский очень заметно подзабыл без практики, но вспоминать язык проще, чем учить, а английский у меня стоит на мёртвой точке, потому что я когда приехал сюда, я подумал, блин, здесь все на английском разговаривают, вот я сейчас уровень бустану. Нифига подобного. Я посмотрел половину сериала «Друзья» на русском, на английском языке, весь офис и всё, как я встретил вашу маму. Мой уровень поднялся на 0% абсолютно. Я чуть-чуть освежился в плане речи, у меня чуть-чуть чешский передвинулся на английский, но новых скиллов я не получаю, потому что я и до этого, в принципе, понимал английский на слух, вот на таком уровне. Когда начинается какой-то юмор вокруг шекспировского языка или какие-то отсылки специфические, специфические выражения, я их подцепляю, но они у меня не то чтобы остаются, потому что мне, чтобы расти в английском, мне теперь нужна регулярная практика, и чтобы со мной занимался кто-то серьёзный и постоянно. А использовать его я здесь не могу, потому что все диалоги здесь — это Так что, чтобы не сейчас расти в английском, мне нужны одни финты ушами. Чтобы расти в чешском, нужны новые финты ушами. Но, по крайней мере, для изучения языка с нуля существуют вот такие вот курсы, как есть у GoStadia, в которых вас погружают в жёсткий хардворк прям сразу. И это реально работает, доказано, на мишсеяные. Другое дело, что с такими обстоятельствами, которые дарят нам нынешняя сумасшедшая современность, вам уже никто ничего не гарантирует, но как бы на другую планету или в другую реальность мы переместиться не можем. Так что остаётся только жить в этой и подписываться на мой Boosty, потому что тогда вы получите доступ в закрытый паблик, в котором вы обнаружите кучу музыки, кинища, клипов и разного другого волшебного и распрекрасного, чего я находил на просторах интернета, собирал в огромный архив, а теперь посадил ещё Мишу Угля всё это дело админить. Так что, ребята, чистый кайф, заодно канал Сейна поддержите, не стесняйтесь переходить на Boosty и по всем остальным замечательным ссылочкам в описании. Спасибо, что досмотрел, ты знаешь, где кнопка подписки. А- Сейна поддержите, Сейна поддержите,